Особое мнение на 101FM Возвращаемся. Коронавирус в Кирове официально подтвержден, если я не ошибаюсь, до сих пор случай только один. По мужу той женщины, которая находится в инфекционной больнице, пока вроде бы подтверждения нет, хотя предварительное было, что да. Накануне были отменены все развлекательные мероприятия, вплоть до концертов, Юрий Львович, которые должны были состояться вчера, сегодня, завтра. Может, стоит оно зачитать постановление нашего администрации города, которое сегодня опубликовано. Давайте зачитаем его. Чтобы было понимание, чем занимаемся и что надо делать. Восполнение плана оперативных мероприятий по определению завоза распосреди новой коронавирусной инфекции, утвержденного протоколом штаба при правительстве Кировской области, о котором в вашей программе звучало несколько дней назад, значит, введены следующие ограничения. Постановление администрации города Кирова ограничено на территории муниципального образования города Кирова 17 марта проведение массовых культурных, развлекательных и спортивных и других мероприятий. Что такое другие? Это значит все. Рекомендовать руководителям отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации города Кирова учреждения, предприятия и организации, независимо от формы собственности, если это касается всех. Но рекомендовать. Сообщать о возвращении сотрудников привычных из иностранных государств, соответствующие указания, обеспечить проведение утреннего мониторинга основных параметров состояния здоровья своих сотрудников, организовать наблюдение за состоянием сотрудников в течение дня. Так, подождите, а вот это вот распоряжение, оно кого касается? Всех. Оно касается всех абсолютно горожан и всех абсолютно организаций и фирм? Да. Рекомендовано, да? То есть рекомендации есть. Нет, у нас температуру пока не меряют, но я как сознательный человек меряю ее утром дома всегда. Потому что оказалось, что термометрия дистанционного замера в городе Кирове в продаже отсутствует, к сожалению. Это который тепло, да? На расстоянии, который считывает температуру. Да, это тепловизор. Строительные есть в наличии, но у них погрешно. Нет, у нас в организации, конечно, предпринимаются какие-то меры. Значит, руководители муниципальных образовательных организаций отменить культурные, массово-культурные, спортивные и ныне мероприятия, а также организованные выезды обучающихся. Значит, следующее. Провести информационную работу с родителями, это, понятно, проводится. Сообщение о возвращении обучающих и сотрудников образовательных организаций, прибывших из иностранных государств, включенных в перечень эпидемически неблагополучных стран. Вот перечень эпидемически неблагополучных стран оказалось найти, возможно, с трудом, потому что на сайте Управления Роспотребнадзора его нет. Так? Ну, в Яндексе он наверняка есть. Да, только он там меняется. В разделе «Коронавирус» попробуйте там найти большой такой раздел. Среди вот всех миллионов новостей. Поисковик его не выдает, поверьте мне. Обеспечить проведение современных, своевременных эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием, разрешенных применением в образовательных организациях дезинфекционных средств. Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки. Ну, все понятно, все вымыть. Обеспечение соблюдения графиков в кратности положительности проветривания помещений, организовать проведение проверки эффективной работы вентиляционных систем и их ревизию. Вы понимаете, что сегодня все будет сделано. За день? Везде? Конечно. Проработать вопрос об организации обезвараживания воздуха устройствами, разрешенным к использованию, в присутствии людей. Ну, такие автономные, знаете, существуют. Бактерицидные лампы имеются в виду или что? Нет, это специально. Бактерицидные лампы всеми нельзя пользоваться во время нахождения там помещений. Есть такие, которые более современные, когда люди могут находиться в помещении. В присутствии людей, понятно. Вот, помните, я вам как-то рассказывал про маленькое устройство, которое используется у меня в кабинете для... Ну, в общем, я поняла, высокие технологии на страже нашего здоровья. Обеспечить проведение утренних фильтров при приеме и воспитании в группах дошкольного образования. Детские садики, которые пока работают. Да, руководители муниципальных учреждений культуры и организации дополнительного образования физической культуры и спорта внести в изменения в учебный и календарный график с учетом установленных каникул и так далее. Случить проведение занятий в вочной форме. Да, значит, смотрите, школьники... Коммент образования города Кирова, управления администрацией и управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, контроль за соблюдением в подвенственных учреждениях вот этих ограничительных мероприятий. На трех страницах список. Ну, почти. Хорошо, на двух с небольшим, да? На двух с хвостиком. Юрий Львович, вот давайте просто коротко, да? Школы на каникулах, вузы, ну, часть вузов на дистанционном обучении, массовые мероприятия отменены. Мы вот сейчас можем только предполагать, чего дальше это все коснется, потому что я вижу рекомендацию уже кинотеатров своим клиентам не приходить заболевшими на сеансы. И я думаю, что в ближайшее время может быть принято решение и о закрытии этих сеансов. Я не знаю, что будет с ресторанами и кафе. Я с трудом могу предположить, что будет с торговыми центрами, потому что вчера в 9 вечера я заезжала в джиммол. И это, конечно, может быть не самое репрезентативное время там, да, 9 вечера вторника. Но он пустой. То есть там реально ходит в каждом магазинчике по одному человеку. Ну, это практически всегда в будний день, а что будет в субботу, это другой вопрос. Можно будет посмотреть, да. Народ, видимо, весь перебазировался в продуктовые магазины и закупает корзинами гречку. Глупо себе занимаюсь, да, большими. Да. Вам как кажется, вот эти все меры, которые сейчас в Кирове предпринимаются и по России предпринимаются, потому что я знаю, что вот вся эта история с закрытием школ, например, это рекомендации же из Москвы. Ну, это вообще такая практика. Они своевременные и правильные или они избыточные? Ну, то, что вот касается, наверное, школ и всего остального, они не избыточные. Ну, вот общая, так называемая, паника по предпринимаемым чрезвычайным мерам, мне кажется, она избыточная, потому что количество заболевших у нас точно не сможет быть выяснено и не выясняется. Что вы имеете в виду? Ну, то есть проведение тестовых замеров в том объеме, в котором как бы было бы необходимо, они ведь не проходят у нас. Поэтому круг лиц, которые являются носителями, являются заболевшими, если которые в критической стадии заболевшими, они проявляются и выясняются, да, то носители у нас же в таких объемах... То есть люди с симптоматикой обследуются, а люди, у которых симптомов ярко выраженных нет, они... А этот вирус, как мы знаем уже из информации, может жить себе спокойно и не проявляться. Не я считаю, эксперты считают, я их просто читаю, зная их мнение. Основное это чистота рук. То есть даже маски, они никакой роли в этой защите не играют. А вот следить за своими руками, не касаться поверхности, это уже выясненная и понятная ситуация. Как можно не касаться в поверхности, мы все время чего-нибудь касаемся. Ну вот я, например, надеваю перчатки, когда перемещаюсь по улице, да, я использую, как вы видели, антисептик после того, как я походил по помещению и поздоровался с другими своими коллегами. Ну я думаю, что эти меры как-то должны повлиять, потому что все остальные меры, они в коей мере где-то надуманы, а не надуманные, они не дают того эффекта, который бы необходим. Нас спасает очень хорошо, у нас, конечно, территория большая страны, да, и рассредоточенность населения достаточно высокая. И нет привычки ездить друг к другу там, да, в города, ну, у большей части населения в гости. То есть переносить, не так много народу у нас передвигается, перемещается. Да, это, наверное, и спасает наше государство от такого массового заболевания. Поэтому у нас не как в Италии, которая маленькая, и обнимается. Ну, там есть еще проблемы самого здравоохранения, не будем забывать про это, которых мы раньше не знали, но теперь по источникам существующих мы понимаем, что медицина в Италии не на том уровне, на котором в других европейских государствах она сильно отличается. Если взять пример Южной Кореи, мы видим, где был всплескообразный рост заболеваемости, но смертность-то самая низкая, потому что они умеют бороться с воспалением легких, у них есть достаточно качественное медицинское обслуживание у населения, и поэтому уровень смертности при всем той массовости в Южной Корее составил менее 1%, 0,05 или 0,07. В Италии там много спектра причин, конечно. Ладно, возвращаемся как бы к России и к российской ситуации. Я вот вижу сейчас, что депутаты Пермского, по-моему, законодательного собрания, пишет Шептун нам, да, телеграм-канал, вроде бы... Запрещенный в Российской Федерации дополнительный. Это шутка была. Нет, не шутка. Не шутка. У нас телеграм-канал запрещен в Российской Федерации. А, телеграм у нас запрещен в Российской Федерации, да. Собственно, Кировский Шептун пишет... Пишет... Комнадзоров вас поставит... Бдит, да, да. Мы не рекламируем, мы просто ссылаемся, мы же должны сослаться. Правда, Заров ушел уже оттуда, но ничего. Я думаю, что ничего не изменится. Пермского ЗАГС собрания озаботились собственным здоровьем, решили внести законопроект, позволяющий им голосовать дистанционно. Ну, а, собственно, Городская Дума, насколько я понимаю, со вчерашнего дня приняла решение на заседание комитетов и комиссий... Да, не впускать журналистов, транслировать это все на заседание 25 марта, я так понимаю, журналисты... Да, и рассредоточить присутствующих членов комиссии. В смысле? Что там у вас происходит? Если раньше у нас заседания комиссий проходили в одном из кабинетов, по номерам 301, да, то сейчас мы перешли... Комиссии будут проводить заседания в зале, где мы проводим заседания... Пленарные. Да, где пленарные, да. Большой зал. Большой зал. Мы рассредоточим депутатов. На каком расстоянии депутаты друг от друга сидят? Ну, раньше сидели рядом, а сейчас будут, ну, там, через кресло, через два сидеть. Понятно. Там хватит места так это сидеть. Я видела, да, зал большой. Ну, это вот как раз на комиссии, которую я возглавляю, было принято вчера такое решение. Это касается всех комиссий? Всех. Всех комиссий. Всех комиссий, да. Слушайте, я скажу. И онлайн-вещание будет обязательно всех заседаний. Да, а предупреждали ли вас о том, чтобы, ну, понятно, заболевшим не ходить, мерить температуру утром перед тем, как приходить? Конечно, обязательно. Да? Обязательно, конечно. То есть такие меры тоже приняты? Понятно. Юрий Львович, у меня вот к вам вопрос. Я знаю, что вы вернулись из Армении, вот, буквально на прошлой неделе. Да, было такое дело. И я в Армении была в конце февраля, как раз когда по соседству с Арменией, через границу в Иране были выявлены первые заболевшие. И тогда было очень много людей, которые ходили в масках. Да, в Ереване было огромное количество людей в масках. Когда я приехал в Ереван, я насчитал, я считал их, я считал их, 5 всего было, которые были в масках, и то это были приехавшие из Российской Федерации в аэропорту. Сейчас в аэропорту в масках никто не ходит. Не ходит в масках. В отеле я тоже не видел людей в масках. В одном из торговых центров видел одного человека в маске. И все. То есть этого такого ажиотажа, вот в тот период, когда я пребывал, не было. Хотя вот, кажется, с 17 или с 18 числа Армения закрывает границу для въезжающих из Российской Федерации. Потому что самолеты, которые прилетали из Российской Федерации и улетали обратно, они были полные практически все. Я видел посадку на три рейса. Она загружилась была очень высокой. Видать, сменили приоритеты Билиси на Ереван отдыхающий. Ну, в короткие каникулы, имеется в виду. Людей было достаточно много. В аэропорту было совершенно спокойное. То есть досмотра не было никакого? Нет, не было. В аэропорту на прилете? На прилете, значит, рейсы от безопасных государств, как Армения, нас вывели быстренько, налево повернул, даже не проходя таможню, только паспортный контроль и все. А вот вся остальная часть, прибывающая, я даже сфотографировал, выкладывал в Фейсбуке, там достаточно серьезные. А я видела, там такие люди в белых костюмах. Да, не только в костюмах, они там в очках, в масках. Встречают всех прибывающих. Да, там все вот так вот. Да, вот Юрий Львович мне как раз показывает фотографию. Это похоже на какой-то, я не знаю, там космический центр. Да, такой. Люди в белых скафандрах. Все сделано, как положено. Да. То есть у прибывающих из Армении температуру не меряют? Не меряли ничего. Ничего не спрашивали. Сказали, побыстрее отсюда вы, пожалуйста, уйдите. В Москве какие меры безопасности дальше? В метрополитене еще где-то? Я не передвигался в метрополитене, там какие-то меры приняты, особая очистка, насколько я читал, там проверка фильтрующих систем. То есть на вокзале, где я потом приехал, тоже никаких особых мер я не увидел, никто никому температуру не замерял. Мы спокойно сели. Перед посадкой в поезд тоже никто никому температуру не замерял, я так думаю. Понятно. В общем, это мало чем отличается от того, что мы видим в Кирове. Ну, Ереван отличался от действительности, вот я гораздо больше коснусь этой темы. Да, возвращаясь. Да, если вернуться к благоустройству городов, то он меня очень поразил. Я примерно в этот же период, в прошлом году был в Тбилиси, но увидел очень большой разрыв в сторону пользы Еревана, надо сказать. Серьезно? Да. В плане благоустройства? Да, благоустройства. Если чистота примерно одинаковая, да, то качество инфраструктуры Еревана намного выше. Скверы, парки просто вылезаны, как говорится, под зубную щетку. Постоянно работающие дворники. Но это вы, наверное, в центре города были, Юрий Львович. Я был в разных частях города. Я ездил и в деревни, где тоже, если нет асфальта, то грунт подпитается. Я это видел сам. Я видел автомойки, которые находятся в горах, в деревнях. То есть машины моют, поверьте. Не ездят грязные машины. Если говорят, что там мало снега, нет, там снега достаточно. В горах снега много, да. В горах там есть все это, да. Но город убирается, очень сильно заметно. Качество обслуживания населения очень высокое. На высоком уровне, я хочу сказать. Поэтому видно, что государство вкладывает в население. Для обслуживания населения, будем говорить, средства немалые. Но дорожки с хлором не моют, как в Китае. Дорожки, значит, и у частных магазинов я видел, как мыли. Ну, там вообще принято все мыть. Вот если у отеля там находилось несколько частных магазинов, то я видел, что каждое утро витрины магазинов снаружи были, мылись. Понятно. Это я тоже видел. Понятно. То есть когда-то мы выходим на наши улицы и на улицы этого города, то мы увидим большую разницу, как любят людей там и здесь. Вот, кстати, мыли улицы, прибирали улицы, чистили улицы. Комиссия была накануне, как я понимаю, да, как раз комиссия городской думы, которые за благоустройство нашего города отвечают. И сказано было... Ну, это было в комиссии... По строительству благоустройства, да. Да, да. И сказано было следующее. Всем, который я являюсь. Да. Начальником департамента городского хозяйства Сергеем Зотиным было сказано следующее. Для очистки тротуаров в Кирове требуется в пять раз большей техники. Большая публикация на Кировпортале, на своем кировском, собственно, заседании, да, этой комиссии. И перечисляются проблемы. И среди проблем, вот, честно, я слышу, вот сколько живу в Кирове, столько и слышу. Нет денег у нас на то, чтобы город прибирать и благоустраивать. А почему в Армении они есть, а у нас их нет? Ну, потому что там, наверное, воруют ничь. Там же борются с коррупцией? Наверное. На государственном уровне? Наверное. У нас тоже борются. Ну, результативность, видать, разная. Может, у нас просто коррупционеров больше, не получается их всех поймать? Ну, в больших объемах, я говорю, наверное, просто было. А коррупция, она есть везде. Понятно, только разные объемы. Я так понимаю, что на комиссии этот вопрос, Юрий Львович, подняли после гололеда вот этого недавнего, который был в Кирове. Да, ну, он поднимается, во-первых, периодически этот вопрос. Дело, как вот, если вы не были на комиссии, ваши журналисты были. Конечно, не были, не были, да. Я задал вопрос, который поднимал уже не первый раз. О том, что в городе отсутствует линейный контроль. Ну, не только за уборку. Там мы касались, когда я был в дорожном строительстве. Это касается... И за уборку, и за ремонт. Да, совершенно верно. То есть, так называемых сменных мастеров во время выполнения работ служащими разных организаций, которые у нас по подряду убирают город, их нет. Потом, есть контролеры от администрации города, они есть, но это не линейный контроль. Они просто, как и положено по положению, делают оценку этих работ. Поэтому Зотин очень здраво на все это реагировал, он это понимает. Поэтому я понимаю, что штат контрольных функций в администрации города будет увеличен. И примутся меры к исполнителям заказов о том, чтобы они наладили систему линейного контроля. То есть, работающие на улицах сотрудники различных организаций, которые выполняют подряд государство, городской подряд, должны вести такой функционал, потому что его нет. То есть, выезжают различные сотрудники на определенных видах техники, которых, как мы понимаем, в связи с полной механизацией не хватает. И даже у тех предприятий, которые работают с прибылью и могли бы потратить на это средство, ну, возьмем ГДМС, да? Раз вы не набираете дворников, которые могут в ручном режиме определенные участки убирать, значит, техника, соответствующая, должна у вас присутствовать. Раз вы подписываетесь под выполнение условия тендера, ее надо закупать, а неизвестно, куда направлять средства. — Подождите, Юрий Юрьевич, я правильно понимаю, что вот наличие этих самых людей, которые будут контролировать, осуществлять линейный контроль, их в документах прописать невозможно? Ну, то есть, это такой вопрос договоренности. — Не договоренности, это вообще должно быть в нормальной организации. — Нет, это должно быть в нормальной организации, но если это не прописано как обязательные условия, то кто же будет на них тратиться? — Обязательные условия есть в качестве уборки, да? Ну, вот одна из форм, о чем Зотин говорил, что на организацию самих процессов надо обратить внимание. Так вот, одна из основных частей организационного процесса — это есть линейный контроль. То есть, ежесуточный, ежесекундный, постоянный контроль в самой организации исполнителя заказа. — То есть, мы можем говорить, что вот буквально ближайшей весной не можем говорить? — Нет, конечно. — Почему? — Не так, что все рекомендации от администрации города и депутатов войдут в голову, в умы и уши руководителей организаций, которые выполняют подряды. Ну, по крайней мере, если их начали штрафовать, и штрафовать старые... — А потребовать-то от них не могут, получается. — Нет, конечно, потому что это отдельные организации, и их штатное расписание — это их штатное расписание. Есть рекомендации. Мы можем только рекомендовать. Может, один директор этой организации будет сам осуществлять контроль. — Так ничего же не изменится тогда. — Я думаю, что если в системах штрафов начнет работать, претензационная работа будет налажена на должном уровне, когда ты будешь работать в минус, ты сам придумаешь те способы контроля, которые необходимы, чтобы... — Чтобы работать в плюс. — Да, чтобы работать в плюс. — Ну, вы же сами понимаете, что никакие наказания моральные никогда ни на кого не действовали. — Общественное порицание. — Да, порицание, награждение грамотой, да. А вот рубль — это такая штука серьёзная, которая может влиять на отношение к труду. — Да, которая может тебя мотивировать на то, чтобы ввести дополнительные должности. — Жёстко мотивировать, да. Люди, которые будут контролировать качество, если вдруг где-то что-то не так, вовремя тебя предупредят, чтобы ты свои недостатки успел устранить. То есть, когда выезжали по контролю ремонта дорог, мы увидели, что нет мастеров сменных на участках как бы. Потом они появились в ГДМС, потому что вот работает машина, которая битым разливает, да, а там форсуночки есть в определённом количестве. Из них, когда мы приезжали, процентов 20 бывало, я не буду называть организацию, неработающих форсунок. — Ну, то есть они забиты были просто. — Они были забиты, потому что он сидит высоко вверху, и спускаться смотреть, ну, это небарское дело. А после этого прилипание верхнего слоя отсутствует, соответственно, оно быстренько выбивается в отсутствие уборки дороги. Потому что одним из факторов, как мы считаем, состояния дорог в нынешнюю весну — это некачественное содержание дороги. — Зимой? — Да, конечно. — Слушайте... — Собочий снег не убирался, а так как у нас подложечки слабые, ливневой канализации в городе практически нет, всё куда уйдёт? — Ну, всё уходило в полотно. — Да, и я уже просто, извините, на себе ощутила, едучи за рулём, в каком состоянии наши дороги. Я как-то зимой-то не обращала внимания, потому что обычно же ездишь по привычным маршрутам. — А вот на люки вы не обращали внимания, что у нас опять все люки, которые были восстановлены по гарантии, ну, что все опять просели. — И теперь заново надо будет переделывать. — Да. Мы все думали, что у нас есть машина, которая ГДМС закупила, и всё будет там, как положено. — А эта машина всего лишь проводит фрезерование и ничего более. То есть не вручную молотками отбойными выбирает с асфальта, а только фреза. — Использует технику. — А ей существует механизм, который полный комплекс работы осуществляет. И если приобрести, да, она, может, и не дёшево стоит, но какая бы экономия была в дальнейшем, ну, экономить невыгодно. Иначе работы мало будет. — Работы будет мало, да, никто не заработает. — Да, совершенно верно. — Никто не заработает. — Ничего не делаешь, ничего, как говорится, не заработаешь. — Хорошо, ладно. Юрий Шлеминзон в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Мы сейчас сделаем перерыв и вернёмся уже с другими темами. — Особое мнение на 101FM — Возвращаемся в студию. Юрий Шлеминзон у нас в гостях. Это его особое мнение. Юрий Львович — депутат Кировской городской думы и руководитель комиссии. Комиссия, сейчас я точное название зачитаю, по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этики. — Совершенно верно. — Комиссия тоже заседала вчера. На неё тоже не пустили журналистов. — Нет, не пустили. — Пустили журналистов. — А что же там было за последний вопрос такой? — Ничего страшного не было. Было обращение управляющей компании по одному из депутатов. — Он не платит за коммуналку, простите, пожалуйста. Серьёзно? — Да, в этом обращении так было написано, но депутат сказал, что он крупный плательщик, и это всё наветы, и он разберётся с этой ситуацией. Мы ему поверили и будем ждать ответа. — Фамилию депутата будем озвучивать? — Да почему нет, Альберт Бекалюк, ничего страшного не было. — Ага, всё понятно. Ладно, хорошо. Пусть Альберт Александрович разбирается. Мы потом его спросим, что там за ерунда. Что ещё за вопросы были? — Ну, вопросы были, касающиеся вот как раз допуска журналистов. Ну, ограничение допуска всех. Это не касается не только журналистов. — Не журналистов, вообще посторонних. — Да, посторонних, да. — Дополнительных лиц на заседание. — Не, по территориальным схемам там в разных районах. Ну, это ТОСы, организации ТОСы. — Понятно, так. — О мемориальных досках нашим великим кировчанам. Что там ещё было у нас? В общем, 8 вопросов было. — И что вы там нарешали? Что важного? — Всё у нас, всё важно. — Всё, журналистов изолировали для их же безопасности. Мемориальные доски-то хоть кому? — Одному из руководителей фирмы «Маяковская». Это не мемориальная доска, это медаль почётного кировчанина. — Ага, понятно, так. — Да, и я, к сожалению, фамилию не вспомню. Это преподаватель, бывший участник Великой Отечественной войны из педагогического института, который организовал кафедру физовоспитания. — Понятно. То есть эти мемориальные доски, их установку, там и награждение вот этой медалью вы одобрили? — Нет. — Нет? — Мы выносим на решение Думы. — Нет, ну в смысле комиссия одобрила, и дальше выносит... — Комиссия принимает решение вносить на заседание Думы. — Или не вносить. — Или не вносить. — Принято решение вносить. — Ладно, Юрий Львович, у меня... — По отдельным вопросам мы даем ей рекомендацию. — У меня к вам один очень простой вопрос. Комиссия по регламенту депутатской этики обсуждала историю с неявкой половины конкурсной комиссии, даже большей части ее, на собеседовании с кандидатами на пост главы администрации. — Нет, она не обсуждала, это не вопрос ее компетенции, на самом-то деле. — Так. — Поэтому мы и не обсуждали этот вопрос. Он не был в повестке, не вносился. Для того, чтобы попасть в повестку, вопросу, кто-то из депутатов должен в письменном виде внести предложение. Тогда этот вопрос попадает в повестку. — А сами по себе депутаты без повестки обсуждали этот вопрос? — Наверное, где-то обсуждали. — В кулуарах, что называется. — А вы что думаете по этому поводу? — Я что думаю? — Да. — Я думаю, что получилась очень некрасивая ситуация. И в моем понимании решение по этому принимал один человек. — Кто этот человек? — Это губернатор Кировской области. — То есть это Игорь Владимирович Васильев принял решение, что конкурсная комиссия не пойдет на собеседование с кандидатами? — У нас, будем говорить, вероятнее всего. — Вероятнее всего. — Потому что, да, если взять и проанализировать списочный состав комиссии, губернаторской ее части, мы понимаем, что там были люди из разных ответвлений этой власти. И поэтому неявка их всех. — Большая часть — это представители областного правительства. Четверо, по-моему, из пяти. — Ну, там тоже они из разных направлений. — И вряд ли они самостоятельно приняли решение проигнорировать эту историю. А какие-то объяснения депутаты Кировской городской думы намерены запросить у губернатора Кировской области? — Ну, у нас есть руководитель, наверное, он запросит. — Елену Васильевну мы имеем в виду Ковалеву. — Скорее всего. — А вы сами-то как-то обсуждали, да или нет? — Я думаю, что этот вопрос возникнет на заседании Думы. — 25-го числа? — Да, конечно. — На следующей неделе? — Да. — А заседание состоится? — Заседание пока должно состояться. Нет ничего такого, чтобы можно было... — То есть коронавирус не помешает депутатам собраться? — Ну, у нас, во-первых, меньше 50 человек. — А, вы можете собираться. Понятно. На вас еще ограничения не распространяются. — По постановлению администрации города Кирова численного ограничения, как это сделано в городе Москва, нет. — Нет, есть только рекомендации, но я думаю, что у нас проветриваемое помещение, все подготовятся, обработают ручки, руки и все остальное. — И сядут друг от друга на расстоянии трех метров? — Ну, на каком-то расстоянии тут, к сожалению, нельзя, потому что мы голосуем, ну, может, придем наручное голосование. — Да, будете поднимать карточки. — Да, Юрий Львович, вот какой вопрос, возвращаясь все-таки к этой истории с несостоявшимся конкурсом на должность главы администрации. Все-таки, ну, есть же, наверное, какие-то причины. Ну, то есть я понимаю, что мы можем вилами по воде их выписывать, эти причины, но предположения-то есть — Очередую геоперологическую версию какую-нибудь предложить. — Какую? — Ну, я думаю, что мы можем долго, не долго, а до окончания срока работать с исполняющим обязанностями. — То есть Геннадий Иванович Плехов? — Я не назову фамилию, потому что это не обязательно он, но с исполняющим обязанностями. — Подождите, то есть ситуация следующая, не состоится конкурс, например. — Еще и не факт, что на следующем заседании мы определим дату следующей комиссии. То есть она нигде не обсуждалась и не наносился вопрос. — По идее, 25-го числа, 25-го марта должен быть назначен новый конкурс, если я не ошибаюсь. — По крайней мере, на комиссии, которую я возглавляю, дата заседания следующей комиссии не рассматривалась. — Понятно. — Значит, это будет вопрос внесен прямо перед заседанием. — Перед пленарным заседанием? — Перед пленарным заседанием, да. Но это есть время еще. — Люди, которые заявлялись на конкурс на должность главы администрации, три человека — Вячеслав Семаков, Дмитрий Осипов и Альберт Бекалек. Я правильно понимаю, что по регламенту они должны вносить свои кандидатуры заново? — Да, конечно. — То есть, если будет объявлен новый конкурс, они заново должны подавать документы, заново эти все документы должны быть изучены, заново должно быть организовано тестирование. — Да. Я думаю, что оно пройдет немножко по-другому в следующий раз. — Что вы имеете в виду? — Ну, что это как-то более публично будет мероприятие проходить. — Серьезно? — С членами комиссии. — А, подожди. — Положение как-то бы не определяет порядок прохождения тестирования. — То есть они писали... — Но сейчас депутаты, наверное, обратят на это внимание, и поэтому может пройти по-другому никак. — Тестирование будет при всех. Понятно. — Но не факт. — Но не факт. Хорошо. Тогда я даже не знаю. Ну вот есть смысл ждать 25 марта или нет смысла ждать 25 марта? — А когда вы говорили про исполняющего обязанности и сказали мне, что это не обязательно будет Геннадий Иванович Плехов, что вы имели в виду? То есть у исполняющего обязанности кто должен тогда назначить? — Кого определит администрация. Кто-то будет исполняющей обязанности. — Администрация какая? — Ну, у нас исполняющей обязанности кто может быть? — Один из замов. — Да. — Ну вот и все. — А, вот так. То есть могут просто попросить одного из заместителей несуществующего главы администрации стать исполняющим обязанности главы администрации до организации очередного конкурса. — Да. — Так? — А потом будет два года, как бы до окончания работы Кировской городской думы. — Вот этого созыва. — И там же менять никого нельзя. И назначать никого нельзя. — Понятно. Как вы относитесь к предложению вашего коллеги Владимира Журавлёва выйти с инициативой организовать там, я не знаю, или внести изменения в устав о том, чтобы выборы главы администрации были прямыми? — Я очень хорошо к этому отношусь. Считаю, что это правильное и верное решение. Только это не может произойти 25-го числа. — Вот на ближайшем заседании этого не случится. Почему? — Потому что вопрос в письменном виде не вносился на рассмотрение. Он не рассматривался ни на одной комиссии. — То есть его на пленарное заседание, вот на заседание городской думы просто так не выдвинуть? Он должен через комиссии проходить? — Конечно, нахажем. Любой вопрос, вносимый на рассмотрение. По решению думы постановление готовится. — А у вас там нет разве такого раздела, как «разные», где там депутаты могут свои инициативы озвучить? — Вы прочитайте, пожалуйста, регламент. — Так? — Что в разделе «разные» бывают только информационные вопросы. Ни по постановлению, даже практически, правильно сказать, по поручению никакой официальной, то есть не выносится решение. Даже протокольное решение, которое мы выносим, сообщить, назначить, оно не имеет никакой юридической силы. Потому что нынешний регламент это не позволяет делать. Вот я внес поправку, но мы ее еще не рассматривали по этому вопросу. Чтобы в разделе «разные», по крайней мере, если не постановление, то протокольные решения хотя бы утверждались на законодательстве, имели статус закона. Потому что по нынешнему регламенту существующим в разделе «разные» только информационные сообщения. — И все? — И все. — Больше ничего не может быть? — То есть постановление вынести нельзя? — То есть 25 марта мы точно этой инициативы от депутатов не услышим? — Нет, инициативу вы услышите. — 25 марта? — Вполне могут депутаты выйти с этой инициативой, но дальше... — Они могут выйти где? На заседании или в паблике просто, извините? — Просто в паблике. — Просто в паблике. — Ну, в разном там, озвучить. — Озвучить они не могут, но решение какое-то принято быть не может. — Не может. — Понятно. Хорошо. Ну, я не знаю. Подождем, конечно, 25 марта, посмотрим, что там будет у вас. И, честно говоря, вот я все еще рассчитываю на то, что все-таки правительство области, там, я не знаю, губернатор, председатель правительства или кто-то еще каким-то образом объяснит, что это будет. — Ну, наверное, может, представитель правительства придет на заседание. — Мне-то кажется, что это публично должно быть сделано. То есть это не должно быть какое-то письмо на имя Елены Васильевны, которое никто не увидит, кроме Елены Васильевны Ковалевой, мэра города Киева. — Почему? Елена Васильевна может его озвучить, что переживает? — Может его озвучить. Я не сомневаюсь в том, что Елена Васильевна его озвучит, конечно же, если оно поступит. Но, вообще-то, мне кажется, что раз уж публично — Что оно должно было поступить давным-давно. — Да, то это, вообще-то, на самом деле, должно быть сделано было там в течение часа после того, как стало известно о том, что не пришла губернаторская часть на заседание. Можно и заранее предупредить, бывает. Можно и заранее, это правда. Так принято в цивилизованном обществе. Еще, Юрий Львович, хотел бы все-таки вас попробовать попросить прокомментировать ту историю, которую сейчас наши федеральные коллеги сообщают. Сделана такая рекомендация от Министерства сельского хозяйства в адрес всех абсолютно российских регионов. Я не знаю, насколько это вызовет какой-то ажиотаж, невозможный в магазинах. Но Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца. Вот такая вот история. История, она как бы вот от начала этой недели... Она имеет, видать, логическое продолжение того, что мы увидели определенных мер, предпринимаемых в европейских странах, где полностью закрывается регион. То есть граница региона на въезд и выезд закрывается, кроме каких-то экстренных случаев. И перемещение вообще людей. может это... Но если кто-то думает, что это даст хороший способ прекращения борьбы с коронавирусом, в моем понимании, это... Да, вспышка. Не спасет. Вспышка. Она будет проходить... Ну, не будет вспышка, будет линейно проходить. Но тем, кому положено заболеть, они все равно заболеют. Более страшный эффект, я вижу, вот этих вещей, вот от чрезвычайщины, в том, что это наносит сильнейший удар по экономике. Что как раз вот эти факторы и не позволят нам потом, когда все заканчивается, да, вот тот пресловутый закон, что денег нет, вы держитесь. То есть у нас для малоимущих, для поддержки малого и среднего бизнеса, который реально сейчас пострадает в период кризиса... И пострадает вплоть до закрытия. Мы вводим моментально, как вот я уже ссылался, высказываю очень вчера мудрая статья нашего политолога Глеба Кузнецова была в паблике. А восстановление-то оно будет идти... Не за неделю это все случится и не за месяц. Вот поэтому вот если обращаться к опыту наших китайских коллег, да, они как бы там сначала все это так очень резко, да, а сейчас, как мы понимаем, что уже и квалифицируются только острозаболевшие, в больнички, которые они там создавались чрезвычайно и все расформированы. Но в Китае эпидемия уже пошла на убыль, об этом все говорят. Вы из пресс-визов КПК читаете? Нет, это я вам цитирую нашу коллегу Веру Власову, которая к понедельнику нам записала такой 10-минутный комментарий о том, что сейчас там происходит. Это не Ухань, конечно, другая совершенно провинция. Это очень большая страна, да? Это правда. Поэтому что делается на севере и на юге, это совершенно разные вещи. Вот тогда вы говорите, что в Китае все хорошо, да? Не-не-не, я не утверждаю. Объясните мне фактор. Вот у нас есть тысячекилометровая граница с Китаем. Почему по этой границе нет заболевших в огромном количестве? Где раньше ходили, реально переходили по мосту там, или переезжали тысячи, да? Ну мы понимаем, там в Говещенске их нет, и 15-минутный параметр. Да, и никаких заболевших нет. Это или нет тестирования, или нет заболевших, или просто переносит заболевание в легкой форме, и никто об этом не знает. Или умирают там от, будем говорить, от отравления суррогатами, а не от КВ-19. Найдутся в российском бюджете средства на поддержку? На возобновление деятельности? Средств? У нас... Малого и среднего бизнеса? У нас средств... Не ждите. Наверное, много, только вы их не ждите. Не ждите. Не достойно. У нас надо поддерживать большой бизнес. Чего это с этими заниматься всякими бизнесменами? А то, что на них они поддерживают, и каждый из предпринимателей, это не один человек, это десятки тысяч, десятки тысяч людей, которые он дает возможность заработать и содержать свою семью. Которые платят налоги, между прочим. Ну, теперь мы знаем, что у нас 70% граждан, обладающие средним уровнем. Зарплаты от 17 тысяч рублей, как сказал Владимир Владимирович. Средний класс, он на 70% в стране, так что вы не кмирище. Они все зарабатывают от 17 тысяч рублей, это средний класс. Благодарю Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы, за его особое мнение. Программа на этом завершается. Мы с вами прощаемся. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM